всех приветствую друзья принесли 8 galaxy попробую дисплей попробую потому что еще ни разу не менял первый раз принесли снимаем крышку была включена попытался выключить но запросил код к сожалению я не знаю можно отключить кнопками вы знаете нагрел крышку на сепараторе предварительно на всех предыдущих моделях 100 градусов пару минут на сепараторе крышка горячая шлейф сам отстегнулся имейте ввиду не знаю можно и повредить так еще тут у нас нового тот же скотч на шестом на седьмом так смотрим что тут у нас снова залапал камеру немного как видите посмотрю под микроскопом линза осталась не тронутая если линзу на линзе оставить отпечаток пальца лучше его конечно протереть нижняя антенна модуль так 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 Одинаковые винты как обычно на самсунгах. Кстати цена дисплея 280 евро у нас идет оригинальный дисплей с борис рамкой. Та же цена идет и на седьмой Galaxy тоже 280 евро за 275 Монтенка. Верхний модуль. Отстегиваем батарею. Вот так у нас выглядит оригинальный дисплей на 8й Galaxy. Разъем, охлаждение, пластиком заклеены выходы на камеру. Здесь вот тоже антенны модуль. С кнопками уже идет то же самое что и на седьмом. Динамик. Что тут у нас еще интересного. Как видите нижнего шлейфа уже нет. Походу он снимается. Не знаю еще ни разу не разбирал. Сейчас мы это посмотрим. Смотрим с чего начинать. Обычно я не выкладываю ролики когда снимаю первый раз. Потому что такое нелепое видео получается с ошибками. Но если вы видите этот ролик, значит выложил. Значит ролик получился ничего. Минутами 7 градусов. Ну ага. Ну ага. Так, на чём я остановился? Меня тут отвлекали. Не проходит. Не могу снять видео. Спокойно, постоянно заходят, что-то спрашивают. Итак, я снял 5 чёрных винтиков с нижнего модуля. Так, у нас тут коаксиальный кабель заходит в пазо-системную плату. Отстёгиваем разъём какой-то. Это у нас разъём чего-то. Он идёт, кстати, вместе с нижним модулем. Застёгивается снизу. А, это у нас коаксиальный кабель. Это у нас просто коаксиальный кабель дугой конструкции. Итак, друзья, вытаскиваем системную плату. Давайте отстёгнём боковой разъём. Это у нас разъём, кнопки боковые. Нет, это не кнопки боковые. Это у нас что-то сверху. Кнопки боковые у нас контачатся снизу. Так, я не вытащил слот. Вытаскиваем слот. Так, ну и всё. Системная плата. Основная камера. И здесь впереди. У нас две штуки. Да и даже не знаю, что сказать. Мне доводилось ещё ремонтировать. В седьмой уже залазил. Сюда пока ещё нет. Слот сим-карты тот же, что и на седьмом. Сим-ридер. Тоже частично залит компаундом прозрачным. Вот. Запаянные. Запаянные. Оба запаянные. Защитные экраны. Этот и этот нижний. Здесь у нас тоже запаянные. Короче, полностью всё запаянные. Это у нас система охлаждения, походу. Итак. Снимаем пластик. Так, сюда у нас ляжет система оплата. Сюда ничего не надо. Виброзвонок. Вижу. Это у нас система датчиков приближения. Вот. Вот и разъём этих датчиков, которые я назвал, которые я назвал разъёмом кнопок боковых. Вот. Сейчас мы его снимем. Это у нас... Это у нас рычаг, на который мы надавливаем для изъятия... для изъятия карты. Слота сим-карты. Кстати, здесь он у нас есть, по-моему. Да, здесь он у нас присутствует. Да, вот он видите. Переставлять его не будем. Честно говоря, я не знал, что такое есть. Это он у меня просто выпал. Такая интересная конструкция у него. С амортизатором посередине. Так, динамик у нас стоит. Больше всего меня здесь волнует, конечно, батарея. Насколько сильно она приклеенная. Вот. И нижний модуль. Нижний модуль у нас должен отойти так. Давайте, наверное, его сначала и переставим. А потом поставим телефон на сепаратор для извлечения батареи. И так. Если мы так не будем. Хотя мы сейчас не можем. Так. 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 боюсь что здесь тоже нужно будет прибегнуть к нагреванию излюкаем разъем наушниках дальше в принципе все просто ничего не можно было ничего не нагревать такой интересный у нас нижний модуль микрофон обратите внимание на новый разъем зарядки то бишь заряжаться нужно будет другой зарядкой не той которую мы привыкли вот такой вот один контаксиальный кабель теперь для замены разъема зарядки можно будет всего лишь заменить шлейф либо сам разъем не надо будет залазить под дисплей как на седьмых и шестых и так смотрим что у нас здесь по нижним модулям резиночки все стоят вот я вижу все стоит давайте давайте наверно его сразу переставим расстегиваю им 5 черных винтов потом закрутим освобождаем разъем это у нас термопаста заклеенная это я смотрю куда закручиваются винты не запомнил потому что меня отвлекали не запомнил потому что меня отвлекали нижний модуль установили так теперь нам нужно извлечь батарею систему датчиков передних и и и виброзвонок поэтому ставлю сейчас на сепаратор как я уже сказал что я уже сделал интересная упаковка конструкция батареи было бы хорошо если бы она сейчас сразу без нагрева вот так раз и отошла по ходу не получится итак ставлю на сепаратор и через пару минут продолжим снимать итак друзья нагрели как следует 100 градусов серьезная температура пробуем вроде ничего просто отходит да совсем другой скотч я бы даже не назвал это скотчем похоже на силикон и так хорошо батарея снялась снимаем виброзвонок виброзвонок итак переставляем сразу виброзвонок и поставим потом постсистемной платы так что здесь еще Это датчики. Датчики снимаем. Тоже не сложно. Снимает система датчиков. Резинка у нас стоит. Звонок, датчики, нижний модуль и батарея. Оставлю сломанный дисплейный модуль. Попробую снять стекло. По возможностям вставляем системную плату. Здесь вот так вот некрасиво я оставил отпечаток, как я уже говорил на камере. По незнанию новая модель. На линзе ничего нету, поэтому конечно старайтесь не трогать. Если же на линзе все-таки оставили отпечаток, то обязательно можно его вытереть. Я не скажу, что будет видно. Если камеру включить, то ничего не будет, но все равно как-то некрасиво получится. Работать надо чисто, аккуратно. Так, вставляем системную плату. Пробуем застегнуть. Просовываем коэксиальный кабель под системную плату в паз. Застегиваем дисплей. Застегиваем дисплей. Застегиваем коэксиал. Еще один. Разъем датчиков. Так. Вставим батарею. Держим. Держится нормально на своем скотче, ничего не болтается. Кстати дисплейный модуль я не проверял, так как он оригинальный, никогда не было никаких проблем, но лучше конечно проверить. Качество конечно обалденное, у дисплея 8 просто восхищает. Такие эти кнопки home уже нету здесь. Держи. 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 Клипсы со всех сторон расстегиваем, чтобы ничего не торчало. Вот такая, на мой взгляд, простая замена восьмом Galaxy. Мне кажется, даже проще, чем на седьмом. 280 евро стоит дисплейный модуль оригинальный. Мне кажется, китайских пока еще нет. А может быть и есть. Честно говоря, не знаю, водонепроницаемый ли он не читал. Наверное, да. В каком-то смысле, может быть, под дождем хотя бы точно. То есть, я о чем хочу сказать. Здесь на крышке, на крышке я не буду переклеивать скотч. Тут стоит такой же скотч, как на шестом, на седьмом Galaxy. Сейчас я его нагрею просто феном и на него же прилепим. Чтобы потом не возникало вопросов, то сейчас мне начнут писать, почему не приклеил новый скотч. Я считаю, что оригинальный лучше. Лучше его поднагреть, до него же посадить будет качественнее. Почти целым, не почти, а целым сняли его. Почти целый. Так, застегаем зью. Заклеиваем крышку. Вот, в принципе, все. Всем спасибо за внимание. Прошу прощения за длительное отсутствие. Я не знаю, наверное, месяца три я ничего не выкладывал. Тут кое-какие проблемы с помещением, с магазинами, с бизнесом, короче. Поэтому пока очень много хочется снять, но пока не получается. Канал не сдох. Будем продолжать снимать, может быть чуть попозже. Вот, поэтому подписывайтесь, оставайтесь с нами. Всем удачи в ремонте. Я Дов. На связи, короче. Удачи.